Дары земли в Волгоградской ярмарке с таким названием открылась в самом центре города. По своему уникальной продукты и продукцию солнечного юга жители области готовы предложить гостям Волгограда. Горчичное масло, изделия мастерицы из козьего пуха, казачьи сувениры и многое другое можно приобрести на память о Волгоградской земле. Что еще интересного можно увидеть на торговых рядах, расскажем в нашем сюжете. Яркие краски, резные узоры, пестрые ткани. На ярмарке дары земли Волгоградской царит атмосфера творчества и гостеприимства. Местные производители и мастера собрались здесь, чтобы удивить каждого жителя и гостя города-героя. На прилавках только местные товары. Кондитерские изделия, мороженое, соленье, мед и знаменитое горчичное масло. Волгоград горчичная столица. В одном наборе у нас собрано несколько производителей горчицы. То есть масло, порошок и горчичные зерна. Мы очень рады, что нам, местным производителям, администрации области, выделили место в центре города, чтобы провести эту замечательную ярмарку, чтобы показать все многообразие местных производителей. Особое внимание привлекают изделия ручной работы. Волгоградские умельцы поражают своим талантом. Игрушки из натурального дерева, казачьи сувениры, керамика, авторские куклы. Ольга Першивалова, например, занимается лоскутным шитьем со школьной скамьи. Своё увлечение она считает захватывающим, безграничным для фантазии. Из кусочков ткани мастерица может шить практически всё. Сегодня здесь вы можете видеть очень разные работы. Начиналось у меня с панно. Панно, вот, очень люблю пейзажи, есть детские, всякие разные, с панно. А теперь очень люблю, нравится мне работать для детей. Вот много очень детского, развивающие коврики, развивающие книжки, альбомы. Вот о Волгограде, например, подарочный альбом о Волгограде. Посмотрите, вот такого плана. Вдохновение оно не проходит. Хочется сделать больше и больше. Очень много задумок, просто не хватает времени. Одной из задач региональных властей является продвижение местной продукции. Для этого в регионе разрабатываются меры дополнительной поддержки. В частности, предлагается включить в туристические маршруты мастерские, расположенные в нескольких районах Волгоградской области. Безусловно, формат данной ярмарки является хорошим подспорьем в продвижении продукции местных товаропроизводителей, как дополнительный канал сбыта. Данная практика будет продолжена и после проведения чемпионата Миллера, как инструмент, направленный на поддержку местной продукции. Ярмарка «Дары земли Волгоградской» будет работать до 15 июля на Центральном рынке. Торговые ряды открыты с 10 до 19 часов ежедневно. Ксения Бедросьян, Ксения Колоскова, Максим Мещеряков, Вести 34.